Мы смогли собраться после трудового дня, это не выходной день, это рабочий день. Кто-то после напряженной работы, смахнув себя усталостью или пренебрегая усталостью, утомлением, говорит, пойду в собрание, Господь меня ободрит, Господь меня восстановит, Господь меня напорв, накормит, и я счастливым буду возвращаться домой. Можем сказать Аминь. Слава Богу. Я хочу сегодня побеседовать на тему, которая будет называться «Ответственность перед жатвой». Читаю Матфея 9, 37 и 38. «Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». То есть, уже тогда Христос объявил или очертил одну проблему. Жатвы много, а делателей мало. Я помню, я родом из деревни и очень часто видел, как проходила жатва, когда уже поля налились, когда зерно вызрело. И задача всех, кто вкладывал жатву, чтобы по полной выложиться и чтобы ничто не пропало. Я даже вот сделал набросок вот этого процесса. И так поступает команда приступить к жатве, и все, значит, включаются в этот процесс. Ну, вот что предшествует жатве? На технических дворах там комбайны готовят, меняют узлы, проверяют, контролируют, маслами смазывают, чтобы в тот момент, когда поступила команда, технику завели и отправили на поле. Вот, это означает ремонт зерноуборочной техники, подготовить и укомплектовать каждый комбайн хорошей опытной командой. То есть, должен быть хороший специалист и рядом с ним помощник, потому что, когда идет уборка, где-то там наш человек закрутил что-то, и помощник бежит там, освободил, чтобы процесс не прекращался. Вот, комбайны готовят, затем готовят опытную команду. Следующие. Готовили грузовики, которые зерно будут отвозить на ток для сушки, ну, на место хранения. Я помню, каждый кузов грузовика, который будет отвозить зерно, они внутри оббивали или брезентом, или тканью, потому что эти кузова, они дырявые, и если ввести зерно, оно будет просто просыпаться, и вся дорога будет, то есть, пока довезут, там мало что останется. Это была очень кропотливая работа, и нужно было обшить каждый кузов. Вот это тоже нужно было подготовить к моменту начала уборки зерновых. Дальше. Были люди, которые отслеживали, чтобы зерно было доставлено куда нужно, а не куда-то еще. То есть, с места, где загрузили прицеп, чтобы оно доехало туда, куда назначено было, к месту разгрузки. Затем были люди, которые учитывали, сколько машин отправилось. Почему? Потому что президенту потом нужно будет отчитаться перед нацией, сколько зерна было добыто в этом прошедшем году или вот за этот сезон. Поэтому у каждого была своя обязанность. Вот. Дальше. Еще. На поле днем и ночью кипела работа. Ночью под прожекторами и фонарями. Это не означает, что ночь пришла и пошли спать. Смена меняется, там прожекторы и люди работают. Кроме этого, значит, на полях дежурили пожарные, значит, дружины, машины дежурили. Если вдруг загорелся комбайн или участок загорелся, чтобы быстренько можно было потушить. И это еще не все. Целая передвижная столовая постоянно сопровождала и кормила работников жатвы. Притом я узнавал, что для работников жатвы, для участников жатвы готовились самые богатые и вкусные блюда. Если котлета, то это большая котлета, чтобы этот работник не устал в этой напряженной работе. Наливались полные тарелки, чтобы они сытыми были и чтобы у них были силы трудиться, не уставая и не прекращая. Я говорю сегодня об ответственности перед жатвой. В этот период все президент, правительство, областные, районные, местные власти, все принимают участие и направляют и создают условия для того, чтобы не было никаких препятствий для постоянного процесса уборки. И знаете, чего ждут? Когда последняя нива, она уже пожата, тогда расслабились. Техника возвращается на дворы, вот, и можно выдохнуть. И я помню, что тогда некогда было жаловаться, что я устал, я не могу, я выдохся до полной, по полной работали и до упаду. Были на поле, где нужно было проводить жатву. И я думаю, что это в какой-то степени для нас сегодня является примером. Вот еще тогда Господь посмотрел, Он говорит, посмотрите еще, вы говорите, еще четыре месяца и наступит жатва. Я говорю вам, посмотрите на нивы, как они побелели и поспели их жатвы. А здесь говорит, что жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина, чтобы выслал делателей на жатву свою. И кто-то стоит и молится, Господи, ну, вышли делатели на жатву свою. А я, по-моему, об этом когда-то говорил. Мы были, много лет назад были в Гуте в собрании, и такая сильная-сильная молитва была. Вот, и пошло пророческое слово. Было много молодых людей в этом собрании. И было слово, так говорит Господь. Многие из вас смотрят по сторонам и недоумевают, где эти гедеоны, вараки, самсоны, Давиды и Ефаи. Где эти труженики, которые могут пойти и делать Божье дело. И была пауза, а потом было сказано, дети мои, сыновья, дочери, это вы, те гедеоны, вараки, самсоны и Ефаи и Давиды. Это я вас направляю, это вас я направляю на эту Ниву для служения и для труда. Это вы должны выполнить то поручение, которое я оставил в моей церкви. Представьте, это было сказано настолько веско, прошло много лет, но я как будто вот сейчас слышу этот голос. Это вы, это ты, это ты, это на тебя я рассчитываю. Я где-то слышал такую притчу, что Господь, когда вернулся обратно к отцу и встретили ангела и спросили его, ну как у тебя получилось, смог ли ты исполнить все то, что было уверено тебе отцом? И он сказал, да, все, что мне поручил отец, я исполнил, потому что, помните, он сказал, как я победил и сел с отцом моим на престоле его, значит вас пригласим сюда же. То есть я сделал то, что поручил мне отец. И ангелы спросили, а есть ли те, которые будут продолжать начатое тобою дело? И он сказал, да, есть, были у меня, а ты можешь нам их показать? И он, говорит, облака раздвинул и говорит, вот смотрите, они там на земле. И ангелы так пожали плечами и говорят, а они что, разве управятся? Это же, смотри, рыбаки, пастухи такие, невлиятельные люди, они что, смогут? А Христос сказал, у меня других не было. Они уверовали, они приняли меня, и я в них поверил, и я им поручил, и они сделают. Братья и сестры, они сделали? Сделали, потому что Евангелие достигло и нас сегодня. Давайте скажем, слава Богу. Вопрос, а сделали или сделаем ли мы? Будущее покажет. Помните, говорит, кому-то скажет, ленивый раб, а кому-то скажет, добрый и верный раб, войди в радость господина твоего. Я недавно прочитал где-то в нашей группе такое свидетельство. Томас Лоуренс Аравийский, или просто Лоуренс Аравийский, британский археолог, писатель, дипломат, путешественник, родился 16 августа 1888 года. Однажды, отправляя из Париж, он пригласил с собой друзей, которые никогда не видели достопримечательностей тогдашнего мира и достижений, которые тогда уже были известны. И когда он привез их в этот цветущий город, их многое удивило, но больше всего их удивило, знаете, что когда их подвели к крану, и кран открыли, и оттуда потекла вода. Для них это было такое чудо, они просто никогда не могли представить, что такое может быть. И они вокруг этих кранов все вращались, приходили, открывали. А знаете, почему было чудо? Потому что в той местности, откуда они приехали, там был недостаток воды. Если чего-то не хватало, то воды, именно питьевой воды, а здесь она вот так просто достается. И когда они там побыли, их водили показывали, и наступило время отправляться домой, их не могут найти. И когда нашли, оказывается, они в ванной комнате пытаются оторвать краны от стены. И когда Лоуренс подошел и спрашивает, а что вы делаете? А они говорят, ты представляешь, мы вернемся домой, а там воды нет. Вот эти краны нам нужны. Ты смотри, из них вода течет, мы их отвезем в Аравийскую пустыню, и они нас будут поить водою. И ему столько много нужно было времени, чтобы объяснить своим друзьям, что если эти краны оторвать от стены, то они воды не могут давать. Я как-то был в Америке, и меня привели в один парк, я тоже увидел чудо. Смотрю, над землей висит такой большущий кран. И из этого крана такая обильная струя воды течет на землю, а кран в воздухе висит, даже не к стене, а прямо в воздухе висит. Я так удивился, думаю, да ты что, это чудо какое-то. Как это понять? Оказывается, внутри этой обильной струи есть стеклянная труба, и этот кран металлический прикреплен к стеклянной трубе. Через эту стеклянную трубу вода подается вверх, а стекает уже по верхней, по наружной части этой стеклянной трубы, и стекло не видно, и кажется, что кран висит в воздухе, а из него еще и вода течет. Ну, очень впечатляет. И вот этим друзьям долго пришлось объяснять, что если кран и оторвать, и он говорит, что там есть трубы внутри стены, а эти трубы присоединены к источнику воды, там где-то достаёт из недр воду, и подают сюда, если кран и оторвать, они будут бесполезными. И, братья и сестры, знаете, какой урок есть во всем этом? Иоанна 15,4 сказано, «Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе так, и вы, если не прибудете во мне». Братья и сестры, иногда, когда у кого-то что-то получается в Божьем деле, и когда он акцент делает, это потому что я там был, это я так помолился, это я так возвысил голос, это я, и такое ощущение, что там и Христа не надо было, ну, хорошо, что я там был, и только потому, что я там был. Но, братья и сестры, если мы что-то делаем для Господа, то что-то получилось именно потому, что не я, а Он там был, скажите аминь. Не я, а Он там был, потому что я что-то могу только тогда, когда беру от Него. И говорит, если не будете на лозе, то вы ни к чему, вы ни на что не способны, у вас нечего будет дать, если вы не будете на этой лозе. Опять 10 стих говорит, если заповеди мои соблюдете, прибудьте в любви моей, как и я соблю заповеди отца моего, и пребываю в его любви. То есть, я движим любовью. И золотой стих Библии говорит, ибо так возлюбил Бог мир. И именно движимый любовью Он обращается к Сыну, Его спасти нужно. Они погибнут. А Сын тоже потому, что любит. Говорит, Отец, я пойду. Я пойду, и я возьму их грехи на себя, и умру. И говорит, как и я соблю заповеди отца моего, и пребываю в его любви. То есть, то, что в его сердце, оно стало достоянием моего сердца. И говорит, если пребудете в любви моей, и соблюдете заповеди мои, вот так и я, то вы сможете что-то сделать. И Иоанна 7,38 говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Этот поток не сам по себе будет, а наша вера. И говорит, я веровал, и потому говорил. Братья и сестры, если ты веришь, то ты молчать не будешь. Вот Давид говорил, что я еду, там стоял, проповедую, сел в транспорт, говорю. То есть, человек, который любит Господа, и верует всем сердцем в Иисуса Христа, он нигде молчать не будет. Он будет возвещать вот эту самую великую правду. Когда мы были на семинарах сейчас в Кобрине, то, значит, Стюарт, он преподавал семинар по благовестию, и говорит, к 325 году нашей эры Евангелие уже с одной стороны достигло Индии, а с другой стороны достигло Великобритании. Сравнительно недолгий период времени. Помните, как об апостолах говорили? Эти сусветные возмутители пришли сюда. Представьте, как их оценили. То есть, вот эта горстка людей, они смогли привести в движение огромные массы людей. Их влияние было неоспоримым. Это все видели. Это все признавали, как сегодня было сказано, что Иакова убил мечом. То есть, надо прекращать. Потому что, помните, все пойдут за ним, а того в темницу посадил. Но, заметим, братья и сестры, что этим процессом управлял сам Господь. И вот было сказано, что, значит, толкает Бог, Петр, вставай, одевайся. Он, да ты что, а двери открылись, он уже стучит в ворота, а там не верят. За этим процессом не просто наблюдал Господь, а этот процесс направлял сам Господь. Давайте воскликнем, Аллилуйя. И не только тогда, и сегодня Он делает то же самое. Марка 16, 9, 20 сказано, а они пошли и проповедовали. Вообще-то, можно прочитать не только это. Я попробую более длинный текст. С 9 стиха. «Воскреснув рану первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов». Представьте, воскрес, кому является? Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, чтобы она могла порадоваться. Наверное, она скорбела больше всех, если он удостоверил ей первой показаться или явиться ей после воскресения. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рядающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, тоже не поверили. Родине поверили, и тут тоже не поверили. «После сего явился в ином образе двум из них по дороге, когда они шли в селение, в Маус, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Что не поверили Марии, не поверили тем двум после воскресения. И он оскорбился этим, упрекает их, что же вы не поверили. Они правду вам говорили, а вы не поверили. Родине говорили, «Ты что, в своем уме? О чем ты говоришь?» И сказал им, ну, а когда он явился, то уже, ну, неверию места не было. И сказал им, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавшие же будут сопровождать сие знамения. И именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Давайте скажем слава Богу. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога, а они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». И так, говорит, «И они будут здоровы». Если вы читали вот последний текст, который написала наша сестра Таня Попкова в церковной группе, и она пишет, «Дорогие братья и сестры, прошло ровно 10 лет с того момента, когда врачи сказали моим родителям, что ваша дочь эту ночь не переживет. Вот эта ночь для вашей дочери будет последней». Говорит, «Братья и сестры, прошло 10 лет, а я Божьей милостью живу и сегодня». И наша сестричка Таня – это Божье чудо в белорусской медицине, они сами это признают. Давайте скажем слава Богу. Она не только живет, она еще активно трудится в воскресной школе. Она очень сильно любит деток, а детки очень сильно любят ее. И было сказано, что если любите меня, как я пребываю в любви отца, а вы в моей любви, то исполните заповеди мои. Другое чудо. Вчера вечером я позвонил брату Павлу Юращевичу, мы были вдвоем с Сергеем Александровичем, и он рассказал нам о последних днях жизни его дорогой супруги Веры Ивановны. И он рассказал, как было, как прощались, как Господь чудо устроил, что, говорит, представь, билеты дочери взяли давно, еще в июне, как-то не получалось, а то прилетают, ну хуже стало, прилетают, и еще успели пообщаться с мамой. Как-то вот это общение было такое теплое, очень, со слезами. Попрощались, и она ушла. Говорит, это мог только Господь так построить, чтобы все еще получилось. А лечащий врач сказал, представляете, за многие годы моей врачебной практики я не помню случая, чтобы кто-либо носитель такого диагноза, как у вас, перешагнул рубеж 10 лет, а вы, уважаемые, перешагнули рубеж в 17 лет. Такого я не помню. И брат Павел просит, Василий, попроси церковь поблагодарить Бога. Это не потому, что мы такие, это потому, что у Господа есть церковь, любящая его и любимая им. И он не может ей отказать. И то, что в медицине вот это предел, а он нарушает вот эти законы, и там 10 лет, а там целых 7 лет переступил вот эти, то, что у них отмечено как предел. А написано, если Бог назначил предел, то никто не перейдет. Давайте скажем, слава Богу. Вот Дима говорил, ну, да кто мог бы избавить? Христос говорил, если вы умолкнете, то кто? Камни возопьют. И сегодня вот эти камни, они проповедуют, они прославляют, они трудятся для Господа, желая также исполнить Его волю. И кто-то из братьев там же в Кобрине сказал, самый страшный враг сегодняшней церкви, почему она не может исполнить Божью волю, это комфорт. Ничто столько много не загубило христиан как комфорт. И говорит, в Германии абсолютно несложно дать высшее образование пасторам, но некому его давать. В Африке 90% пасторов вообще без образования, но трудятся, делают Божье дело. В Германии не можем найти людей для служения в церкви. Комфорт, вот это обеспечение, это все, ну, доступность всего. И людям некогда думать о Боге и о великом поручении. Господи, сохрани нас, чтобы это было не о нас. Сохрани, чтобы это было и не о нас. Чтобы сердце каждого из нас загорелось жаждаю, желанием, как они пошли и проповедовали. И когда мы идем и проповедуем, то Господь с нами Дух Святой сопровождает и мудрость дает, и разумение. И как Давид говорил, что Он даст вам людей. Если только имеешь жажду, Он пошлет вам навстречу тех людей, кому вы обязаны будете говорить, и не промолчите. Поэтому давайте мы помолимся. Знаете о чем? Господи, дай мне жажду благовестия. Я тоже хочу исполнить волю Твою. Дай мне быть этой ветью, привитой к лозе, чтобы эти соки, они переполняли меня, чтобы было, что у меня дать тем, кому, кто без смысла, без цели бредут по жизни. Ну вот, вы же все слышали, сидел в собрании человек потерянный, раб дьявола, порабощенный через алкоголь. Вот таким людям нужен Иисус. Они сами этого не понимают, а мы должны им сказать, что все, что тебе нужно, это Господь Иисус. И не только таким, а всем, кто еще без Него, все, что им нужно, это Иисус Христос. Мы можем сказать аминь? Давайте еще раз склонимся на колени. В горячие молитвы помолимся. Господи, удали равнодушие, беспечность, инертность, удали Господь, дай мне быть горящим. Помните, Павел пишет, в усердии не ослабевайте, духом пламеняйте и вместе Господу служите. Помолимся. Господи Бог наш, благодарим Тебя, сердечно Создатель, и за это молитвенное собрание, в котором Ты так много сказал нам Боже, когда-то Ты совершил чудо, где освободил Петра из этой темницы, служанка рода побежала к молящимся, чтобы сообщить, что Бог уже ответил, а они ее унизили в своем литой уме, не поверили. Мария побежала сказать плачущим апостолам, что он жив, а они не поверили. двое, которые видели Тебя, Иисус воскресшим, говорили, а они не поверили, Господи. И сегодня таких людей очень много, которые до сих пор еще не верят. А мы уверовавшие тоже не всегда спешим и бежим, чтобы говорить. Но после того, когда Ты упрекнул, когда немножко пожурил Твоих учеников за то, что тем, которые видели Тебя в воскресшем, они не поверили, Ты поручил им идти проповедовать Евангелие всем народам, и они пошли и проповедовали, а Ты сопровождал благословениями и знамениями их проповедь, служение и труд Господи. И наша молитва пред Тобою, чтобы Ты положил в наше сердце жажду, желание, ревность, трудиться, будучи наполненными Твоей любовью, которая Духом Святым издевается в сердце наше, тоже пойти и проповедовать Господь, чтобы небеспечность, ревность и нервность, безразличие владели сердцами нашими, а чтобы жажда сеять в Англии, принимать участие в этом великом процессе жатвы, чтобы она владела нами, чтобы мы не могли молчать, Иисус Христос, понимая, что есть ответственность перед жатвой. Если здесь на земле земная жатва требует столько усилий, столько стараний, столько усердия, столько кропотливого труда, то тем более жатва для небесной житницы, она требует еще более ответственного отношения. Помоги нам это понимать и сказать, Господи, я хочу, когда-то пророк Исаии сказал, вот я, меня пошли, Господь, сал, которого ты призвал, сказал, что повелишь мне делать, Господь, мы хотим тоже быть сосудами в твоих руках, чтобы делать то дело, к которому ты призываешь нас, как твою церковь, Господь, именем Иисуса Христа я благословляю каждого брата и сестру, каждого сына и дочь твою, Аллилуйя, Господь, молодежь, детей, каждого спасенного, чтобы они не молчали, а ревностно проповедовали и возвещали Евангелие спасения. Боже, все нужды наши, которые есть у нас, мы полагаем пред Тобою, Господи, ты видишь, идет война, этот конфликт, он не прекращается, Господь, и наша молитва, наше ходатайство, чтобы ты повелел ей остановиться, прекратиться, Господи, ты это можешь. Ты видишь Ближний Восток, где штормит, Боже, там стихийные бедствия, страшно, что происходит, а там церковь гонимая страдает, Боже, где люди хотят физически истребить, чтобы некому было проповедовать Евангелие, но это исполняется то слово, которое ты сказал, пшеничное зерно, если не умрет, оно останется одно, и вот эти, эти умирающие христиане, это то умирающее зерно, которое непременно проявится сотнями и тысячами спасенных душ. Укрепи, Господь, тех, кто страдает за веру, мой Иисус, и дай нам видеть пробуждение в нашей стране, среди нашего народа, в нашей нации, в нашем городе, Господь, и найди и нам место, где применить нас в этом самом важном деле сения евангельской вести. Именем Иисуса мы друг друга благословляем и Тебя благодарим за все, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. Аминь. Я хочу обратиться, если кто-то есть в нашем собрании, кто хотел бы совершить покаяние, пригласить Иисуса Христа